Слава Господу, братья и сестры! Я хочу сегодня поделиться таким рассуждением о молитве, братья и сестры. И знаете, если каждый сам себе задать вопрос, вообще, я лично умею молиться, и я попробую ответить хотя бы за некоторую часть. Я не знаю, что каждый себе ответит, ну, в каком он положении, состоянии. Знаете, ну, сказать, что не умею, да, наверное, ну, мы ведь все-таки молимся, да. Но и дерзнуть, сказать, что я так хорошо умею молиться, я тоже не могу. Братья и сестры, знаете, молитва – это сокрытое. Мы молимся, мы не видим происходящее в духовном мире. Мы молимся. Мы не знаем, будет ли результат, когда он будет, какой будет результат. И мне это немножко напоминает, может, братьям больше это понятно, когда какой-то прибор, мы не знаем, как он устроен, как он внутри. И вот он в один момент перестает работать. Мы начинаем сильнее на него нажимать, мы начинаем трясти, может быть, стучать. Но, знаете, если мы знаем, как он устроен внутри, может, мы эти все действия и делать не будем. Может, мы будем по-другому поступать. И вот, знаете, молитва. Если я не понимаю, как же это все-таки в духовном мире, что происходит, как оно работает, я могу много разных действий предпринимать. Язычники, Иисус говорит, в многословии хотят быть услышанными. Почему? Они не знают, они не знали, как Бог слышит. И они старались, чтобы быть более многословными. Братья и сестры, если мы не знаем принципов молитвы, мы, естественно, будем что-то делать, что-то предпринимать, не зная, какой будет результат. И я хочу поговорить не вообще обо всей молитве, потому что я уже попытался ответить на вопрос, который многие себе задавали. Я не думаю, что я знаю все. Я думаю, что я знаю что-то отчасти. На основании Священного Писания я просто один момент хочу рассмотреть. Следующее место Священного Писания, которое я прочитаю, записано в Евангелии от Матфея, 18 глава. Я прочитаю только один стих. Это притча о неправедном судье. Иисус ее рассказывает, рассказывает про этого неправедного судью. И вот седьмым стихом он говорит такие слова. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» И вот, братья и сестры, когда мы читаем всю эту притчу, иногда создается впечатление, что и Бог такой же, как этот неправедный судья. Я однажды, общаясь с одним братом, он из христианской семьи, с детства верующий, я ему начал задавать такой вопрос. Говорю, послушай, не получается ли так? Мы просим Бога. Бог не отвечает. Мы опять просим. Он не отвечает. Мы много-много раз просим. И вот пришел ответ. Что, получается, Бог несговорчивый? Он что, как этот неправедный судья, мне его просто уговорить надо? Знаете, как бывают дети? Просто там к родителям дай, купи, там еще что-то такое. И уже родителям просто надоело. И он, чтобы отцепился, они уже выполняют. Ну, неужели Бог такой, братья и сестры? И вот я хочу, чтобы мы немножко заглянули, что говорит Священное Писание о духовном мире. Почему происходит так, что порой мы молимся, мы долго молимся. И когда мы не знаем, что происходит, нам тяжело молиться. Мы не знаем, что происходит, мы не знаем, как молиться. Мы иногда опускаем руки и не знаем вообще, продолжать или нет. Следующее место Священного Писания, которое я хочу прочитать, это книга пророка Даниила. Даниила, 10 глава. Я выборочно прочитаю некоторые стихи. С первого стиха Даниила, 10, 1. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Волтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании, три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вина не входило в уста мои. И мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. А в двадцать четвертый день, первого месяца, был я на берегу большой реки Тигра. И поднял глаза мои и увидел вот один муж, обреченный в льняную одежду. И чресла его, опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии. Очи его, как горящие светильники. И руки его и ноги его по виду, как блестящая медь. И глаз речей его, как глаз множества людей. И вот одиннадцатый стих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои. Ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил. И вот внимательно. С первого дня. Как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим. Слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. И я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Знаете, вот такая интересная история. Очень интересная. Даниил располагает сердце свое. И он в сетовании три седмицы день. Двадцать один день. В сетовании он описывает, что это такое. Вкусного хлеба я не ел, мяса и вино не входило в устам. И такое, знаете, что-то напоминающее православный пост. Он себя ограничил во всем вкусном, в каких-то радостях житейских. И он в сетовании пред Богом. Но ничего не происходит. Двадцать один день. Ничего не произошло. На двадцать четвертый день, вот он находится на берегу этой реки, ему является небесный послание. Он описывает его вид, этого ангела Божия. И он ему начинает говорить, Даниил, в тот день, когда ты расположил сердце свое, ты был услышан. И я бы пришел в тот же день. Но что произошло? Но в духовном мире, вот все это время, происходила война. В духовном мире, все это время, происходила борьба. И он не мог прийти. А вообще вопросы, о которых молился Даниил, если мы читаем девятую главу книги пророка Даниила. Он, читая пророка Еремию, обнаружил, что пленение Израиля, эти 70 лет истекли, пленение Израиля, оно должно было закончиться. И он начал молиться об том, он начал исповедовать грехи народа, он начал каяться перед Богом и просить, чтобы Бог решил этот вопрос. Даниил, он уже был в преклонных летах. Ему, по оценкам богословов, было уже где-то в районе 85 лет. В этот момент он был юношей, когда попал в плен. И вот приблизительно в таком возрасте. И он молился об этом. Это серьезный вопрос государственного уровня. Он, по современным меркам, Даниил был премьер-министром. Он при четырех царях. И вот он располагает сердце свое, взыскать Бога. И Бог ему отвечает через этого ангела. В первый же день, как ты только бы расположил, был бы ответ, но в духовном мире противостояние. Братья и сестры, мы располагаем свое сердце молиться за какую-то нужду. И по мере масштаба нужды есть определенное противостояние в духовном мире. Но, братья и сестры, я хочу сказать, это Ветхий Завет. В Новом Завете мы можем прочитать, я прочитаю это Ефесиным, 6 глава, с 11 стиха прочитаю. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Ефесиным апостол Павел говорит, что, о чем он говорит, братья и сестры, что наше противостояние, наша духовная война, она против демонического мира. И если разобраться, о чем он говорит, Даниилу было сказано, что, но князь царства Персидского стоял против меня, и дальше я остался там при царях Персидских, князья и цари. И апостол Павел говорит, что наша брань против начальств, властей, мероправителей тьмы века сего, против каких-то демонических духов, которые стоят над какими-то территориями. И мы в буквальном смысле с вами не вступаем в такую войну, но это происходит, когда мы молимся. Братья и сестры, если немножко так нам заглянуть, вот в этот духовный мир, что же происходит? Когда мы начинаем молиться, есть духовный мир, и Бог нашим словам дал определенную власть. Иисус сказал, я даю вам власть наступать на змей-скорпионов на всю силу вражий. Нам дана власть называться и быть детьми Божьи. Как дети Божьи, я думаю, мы не раз уже слышали такой пример, что когда ребенок маленький, он только первые звуки издает, родители уже прибегают к нему. Мы как дети Божьи приходим к Богу в молитве, и мы услышаны, как дети Божьи. И вот мы начинаем нашу молитву, мы располагаем свое сердце, чтобы взыскать Бога. И Господь посылает ответ. В духовном мире идет противостояние. Потому что наша проблема возникла из-за того, что дьявол желает нас обокрасть там, где Бог желает благословить. Когда пришла в нашу жизнь проблема, дьявол пришел с болезнью, как в Киеву мы можем прочитать, его обокрали, какие-то бедствия случились, он свою работу, бизнес свой потерял, дети его погибли. Дьявол пришел в жизнь человека, и мы начинаем молиться, чтобы эта проблема ушла. Но он не хочет просто так уходить. Происходит эта война, братья и сестры. И промежуток времени может быть довольно длинный, мы не знаем. Но когда мы понимаем, что мы услышаны, что наша молитва услышана, мы продолжаем молиться, нам легче от того, что мы понимаем, что по нашей молитве происходит работа. Еще, знаете, вот я уже упоминал, что язычники хотят быть услышаны в многословии. Кому приходилось подолгу, может быть, молиться, у меня, я уже как-то недавно свидетельствовал, что по работе получается очень много ездить, и у меня туда-обратно по дороге я два часа еду. Туда два часа, обратно два часа. И бывает и по три раза на неделю. И вот это время, мне очень так хорошо получилось молиться. Вот это время, время по дороге. И вот последний раз я возвращался, еду по дороге и молюсь, и уже недалеко до Пинска оставалось. Я начинаю Богу задавать, уже может быть, не первый раз вопрос. Кому приходилось по многу часов молиться? Я думаю, может быть, вы тоже сталкивались с таким вопросом. Молитва на иных языках. Молишься, и может быть, ты одно и то же повторяешь очень много. Писание говорит про язычников, которые в многословии хотят быть услышанными. Я Богу начинаю задавать вопрос. Боже, не получается ли я тоже в многословии молюсь? Вот я что-то говорю столько времени. Знаете, вот мне приходит сердце, вот просто как тихий голос говорит, что мне нравится слушать, когда мои дети молятся. я очень ободрился. Потому что на самом деле, когда ты едешь по дороге длительное время, ты молишься, и может быть, очень много раз что-то повторяется в твоей молитве. Но Богу приятно, когда мы обращаемся к Нему, когда мы молимся и просто говорим. И мне сразу же, когда вот такое вот мне слово пришло в сердце, вспомнилась ситуация. У меня дети были очень маленькие. Мой покойный тесть звонил, их дедушка, и просто говорил, позовите мне кого-нибудь к телефону. И я помню, что средний, он еще не умел разговаривать, он просто набор звуков там не членораздельный. Мы давали ему трубку, и дед его слушал столько, сколько внук разговаривал. Просто звонил, чтобы послушать, как внук говорит. Братья и сестры, Бог больше любого самого любящего отца. Мы будем подходить к молитве. здесь есть нужды. Мы будем молиться по этим написанным нуждам. Я хочу попросить молиться, у нас впереди в следующей неделе молодежный лагерь, чтобы было устройство и благословение. У кого есть устные нужды, вы можете сказать. Если в нашем собрании есть тот, кто желает покаяться, примириться с Господом, кто нуждается в молитве церкви, можете пройти сейчас, церковь будет за вас молиться. Субтитры создавал DimaTorzok